Власти продляют амнистию капитала на год. Якобы не все компании и налогоплательщики, находящиеся в юрисдикции других стран, еще дошли до так называемых специальных административных районов. По сути, внутренних офшоров, а значит, надо подождать еще. Власти с помпой ратуют о возвращении капиталов. Задекларировано уже более 10 миллиардов евро. Но насколько это поможет экономики? Своим мнением с накануни ТВ поделился доктор экономических наук профессор МГИМО Валентин Катасунов. Трогательные уговоры властей вернуть в страну зарубежные активы и близко не стоят с западными методами удержания и возвращения капитала. Как в Соединенных Штатах Трамп. У него там спецслужба работает очень активно. Пандиты не верни в казну один доллар. Будут серьезные последствия. Там же у них работает этот самый закон под названием ФАТКО. И там не скроешься от этого закона. Ни в каком офшоре. Мне кажется, что мы должны вспомнить о том, как вообще возвращаются деньги. У нас же столько было налоговых амнистей, что на фоне зарубежного опыта мы выглядим как-то очень странно. Это примерно как тысяча первого читательского предупреждения в советское время. Но сколько же можно предупреждать? В принципе, ведь есть другие методы возвращения капитала. У нас есть рост и мониторинг, который отслеживает какие-то финансовые потоки. У нас есть разные спецслужбы. В конце концов, есть следственный комитет, который может использовать альтернативные методы возвращения. А, к сожалению, это не делается. На фоне того, что можно было бы сделать, сегодняшняя амнистия выглядит преступным сговором, ведь капитал этот нетрудовой, и всем ясно, как он нажит. С другой стороны, вернувшись, он все равно не будет приносить экономике пользу, поскольку для этого капитала подготовлены специальные зоны с низкими налогами и вообще с освобождением от налогов созданы этакие санатории для капитала, которые подлечатся за время санкций на родине, а дальше опять утечет из страны. Экономика страны ничего не получает от этого капитала. Абсолютно ничего не получает. Более того, значит, экономика ничего не получает, но социальная напряженность точно будет возрастать. Представляете, в какой специальной зоне находится компания, освобожденная от налогов. А простой народ гнобят, вводящие новые и новые налоги. Скоро будет налог на возраст. Если это какие-то криминальные капиталы, мы фактически крышем эти криминальные капиталы на своей территории. Уверяю вас, что Соединенные Штаты и Запад, они не применуют использовать эти возможности для того, чтобы ввести дополнительные санкции. А потом, ведь это же, извините, не физическое имущество, которое трансплодируется в специальной экономической зоне, в внутреннем окшоре. Они же должны работать. Они же не могут там находиться, как в каком-то заповеднике. А если они работают, значит, они выходят за пределы этой зоны. Они выходят за пределы Российской Федерации. Ну и что? Тут же их поймают. Тут же поймают. Что-то такое уже попасть в это криминалом. Государство крышует вот этих самых бандитов. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».